Хорошо, давайте. Я засек время. Да, засекайте время. Так, значит, добрый день. Все, я начинаю доклад свой. Так, имейте перед собой, я буду очень сокращенно говорить, тезисы откройте, я скажу, там, значит, что надо исправить? Исправить надо. Открыли, да? Вот, потому что сделана очень большая работа со шпитальной, началась это с 1982 года, когда два крупных, гениальных астрофизика Пулковской обсерватории после изучения Солнечной системы, после 30 лет, а они вместе закончили университет, и они подошли к идее, что в физике у нас очень много непонятного, и они подошли, что должна существовать абсолютная скорость движения. А наша академика сказала, что это чушь. Когда первый инфаркт получил Ефимов, шпитальная, когда сожгли девятый сборник проблемы с Леной Вселенной, только из-за того, что Ефимов Анатолий Александрович опубликовал две статьи Хозырева. И это было достаточно, чтобы типография уже готова, и 200 экземпляров в твердом переплете, хорошо изданные, но там еще и другие были сотрудники, астрономы и физики. И тем не менее, приказ Академии наук – сжечь тираж. Облили бензином и сожгли. Это было 80, где-то там… Это девятый сборник был. А в десятом Анатолий Александрович, как главный редактор журнала «Проблемы с Леной», значит, когда они меня попросили помочь им разобраться, потому что солнечная система, солнце, не имеет памяти, а геология в каменном материале имеет память хорошо. Тогда я согласился помочь им, и тогда вот мы со шпитальницей Александра Альфредовна разобрали за 30 лет, да, за 30 лет, все шкалы, которые мы смогли собрать. Их там оказалось много. Сначала мы проверили на 18, потом на 43, потом на 71. А после 18, мы еще когда-то опубликовали статью в первом варианте и показали ведущим геологам страны, ведущим геологам страны, может быть, кто-нибудь и слышал-то эти фамилии? Ермолаев Михаил Михайлович. Слышали? Слышали. Наливкин Василий Меточ. Месежников, палеонтолог. Загрузина, Драгунов. То есть, короче говоря, предложено было мне защищаться. Так вот, тогда собрали уже по всем, и у нас все равно получается 217, галактический год. А тогда, когда мы начинали, галактический год по многим шкалам шел от 170 до 250. В последнее время появились шкалы Баренбаума 250, Николаев, по-моему, 240. А даже в литературе, наверное, даже нашел 274 галактический год. Так вот, все вот это и дало большое разнообразие шкал времени в литературе. И если сюда еще сказать, что если вот защита, очень трудная была защита этой диссертации, потому что то, что мы рассчитали и опубликовали в статьях разных, и когда ученый совет Горного института обратился к ВАКу, как можно ли принять защитить диссертацию, которая написана двумя авторами, геологам и астрономам, охвачены две фундаментальные проблемы. Геология и астрономия. И ВАК не разрешил. Они так прикинули, но как нам было разделиться шпитальной, если половина диссертации астрономическая часть, астрономическая, а она уж как никто могла, знала математику. Пять минут прошло. Пять минут, да. Буду сокращаться. Тогда буду сокращаться. Так, так вот, значит, шкала фонарозоя у нас тоже опубликована до, по системе циклических повторяющих периодов, так и подразделённых до веков. И с помощью галактического года нам удалось вот тектоническое там ещё есть, а, вот тут тоже, вот тектонические тектонические эпохи, это высчитаны были Пронином. А Пронин из 44 складчатостей, которые он нашёл у Штилля по всему земному шару, он выделил 13, которые проявились в одно время на всех шести континентах. А когда мы их нанесли, то у нас, соответственно, вот этот наш галактический год, 217 миллионов лет, развитая галактическая зима, весна, лето, осень, он подразделился на геократические и таласократические периоды. Вот это за шлифом, это геократия, а это таласократия, море, это суши, регрессии. Вот. И, значит, ты, а вот это тектонические, тектонические, это отделы, это отделы каждого, вот это геологические года. Вот они у меня здесь. Тут, правда, значит, вот варангер, силур, триаз, это плеоценция с антропогеном. Вместе у нас это значко будет. И вот так все это раскручивается. Смотрите, варангер, варангер, да? потом эдиакар, кемри, ордовик, силур, дивон, карбон, пель, триаз, юра, мел, поляген с миоценом. И получился три галактических года. Пошел четвертый. Это фанарозой. И так как до нас, до нас, и продолжает сейчас любить любую литературу возьмите, и там идет название до кемри. Так вот, после нашей этой шкалы все это закрывается. Нет больше до кемрия. Нет больше до кемрия. Во всех словарях не идет до кемрия. криптозой. Потому что тогда до кемрия назвали, потому что мы в шкалусовые добавили два самостоятельных геологических периода. Это нижний вент и верхний вент. И поэтому тогда почему называли до кемрия, потому что под кемрием было все, что это явная эра фанарозой, а скрытая это был до кемрием. Вот. и вот это все нам позволило раскрутить всю историю Земли, всю историю Земли, которая по салопу выделялась по крупным геострофизмам, которые проявились на земном шаре. это саламский геострофизм. саламский так геострофизм. так вот салоп еще подразделием катархии, палипротозои, мезопротозои, эпипротозои. А вот наши фанарозой, одна шестая история Земли. А вот это скрытое все до Варангера, потому что как и до Кемри, под Кемрием, потому что было. Вот. Это вот. Так. И получается, что палипротозои у нас раскручивают на три геологических периода. Теперь эпипротозои содержит 343 миллиона один значит галактики вот плюс 126. Вот тут цифры разбиты. Значит это все перерывается. Так. Вот неудобно было крутить это все, но в статье будет нормально. Я гарантирую нормально все будет. Видите? Раскручено вот это все. Так. Теперь значит по данным по данным профессора Неручева в Нигре по радиоактивным методам он разбил значит историю на на 7 на 7 как говорится групп по урану. Вот вот это через через каждые 7 через каждые 31 миллион лет вот 7 лучей. И тоже по нашему галактическому году все это разбито. Вот. Теперь значит так и так как у нас все опубликовано опубликовано поэтому можно надо еще здесь сказать что в настоящий момент солнечная система находится здесь. Вот крестик. Значит еще надо 1 миллион нашей солнечной системе чтобы вот этот участок пройти. 1 миллион и 6 половиной чтобы дойти до перегалактики. Перегалактики это точка на галактической орбите наиболее ближайшая к центру галактики вот шпитальная измерила а вот это вот это вот эта линия часть линии это 7 6 миллиарда 6 6 7 и 6 десятых килопарсека а вот эта линия от центра до а по галактике это 11 представляете какие рассмотрения сумасшедшие расстояния это если 1 парсек 1 парсек это даже если считать то что на прошлом на прошлом во вчерашнем семинаре говорилось о скорости света 300 тысяч километров в секунду даже хотя скорость мы мы почитали что эта скорость намного больше чем у Эйнштейна намного больше потому что абсолютные здесь скорости которые академия наук отрицает так вот если 1 1 парсек это 3,26 световых года надо умножить на 1000 это получается 3260 световых лет и умножить еще на 7,6 это мы получим вот это расстояние а если мы умножим 3260 световых лет на 11 мы получим вот это громадное расстояние так вот когда солнечная система подходит к этой точке это максимальное максимальное расширение солнечности а там будет максимальное сжатие когда все планеты будут сжиматься и сильно вращаться так вот значит из астрономии шпитальные шпитальные взяли только одну скорость в настоящий момент солнечного движения это то что высчитал Попов Попов сжатие 315 километра в секунду так вот только остальные все данные шпитальные мы взяли из тех 70 геограмметрических шкал которые за 30 лет насобирали и когда стали анализировать есть большие переводы в смысле там маленькие короткие и длинные так вот оказалось что по трем законам Кеплера вот этот участок 35 он в два раза меньше чем вот этот гормон где 70 здесь получается что орбитальная скорость орбитальная скорость 300 300 вот если она вот в этой точке она 300 317 километров в секунду а тут она уменьшается и вот когда она подходит к Капо галактию она уменьшается до 220 километров в секунду но здесь сложное движение сложное движение здесь на орбитальную скорость накладывается абсолютная скорость галактики а вот она-то в одном направлении она постоянная 627 километров и поэтому у нас в Апо-галактии получается больше 800 километров в секунду больше 800 километров в секунду а в Апо-галактии так как движение идет солнечной системой по часовой стрелке то получается что сюда у нас идет орбитальная 317 так а здесь а в этом направлении против часовой стрелки центр галактии тут вычитается поэтому у нас здесь получается в среднем около 400 километров в секунду а там больше 800 километров в секунду и вот за счет вот этого перепада перепада скоростей получается что солнечная система происходит сжатие расширения что вы понятны из-за того что я здесь ну вот поэтому и когда и вот прошло на сегодняшний день сейчас 2012 год а защита произошла в 92 прошло 20 лет прошло 20 лет шпиталь значит ефимова нету который которым и и шпитальный нету которым мне помогал находить эту абсолютную скорость в геологии я просмотрел много значит таблиц шкал и и что вы думаете старые все данные даже сейчас вот издают книги для студентов толстые книги по геологии и нет даже шкалы геологического времени чего можно научить студентов геологических организаций если нет даже шкалы шурфы копать что шурфы копать шурфы ну это шурфы шурфы тут копать не копать вот и поэтому мне даже предлагал Проскуряков в горном институте чтобы отдельно для студентов читать курс вот вот этот потому что этого нету даже нет вот этого курса ни в одном институте это никем потому что затянулось вот это все по вине ВАКа и по вине нашей академии потому что когда заикнулись об абсолютной скорости Ефимовы шпитальная то уже был инфаркт инфаркт был когда сожгли сборники которые он выписан потом значит в 85 году когда Ефимов опубликовал вместе в астрономическом академическом академическом этом сборнике Пулковской обсерватории шкалу шкалу и и поместил отзывы геологов ну он же как он же основал эту серию проблемы сей населенной вот и он поместил ему блять сделали инфаркт почему он это сделал почему а а когда был приказ из академии как по борьбе с инакомыслящими и когда узнали что идет отклонение идет отклонение противоречия теории Эпштейна и уволить их уволили из организации где они проработали после окончания университета это крупнейшие астрономы их уволили и суд продолжался восемь месяцев приказ по Пулковской обсерватории не пускать комнату у них там сидели чужие люди за восемь лет за восемь месяцев книги все пропали все все я как эксперт я могу сейчас говорить открыто я меня со мной ничего не сделать я пенсионер а тогда тогда это все очень здорово и и получалось так что вот это все затянулось так теперь значит я многим многим я рассказывал и в горном институте показывал и орбита вот вот эта орбита можно ее можно не фотографировать она опубликована в энциклопедии в 2005 году эта энциклопедия с моей биографиями и с биографией шпитальной там указано все все работы какими занималась шпитальная квазары пульсары землетрясения кстати о землетрясении в 2006 году она вместе вместе значит Юрием Юрием Григорьевичем Бауровым они отправили работу как предсказывать землетрясение крупнейший на земном шаре и послали и на конкурсе получили диплом первой степени и золотую медаль 2006 год и шпитальная была названа по ЮНЕСКЕ это самое вот еще отмечена была ЮНЕСКО как крупнейший а в 61-м когда нужно было послать от Советского Союза на международный астрономический съезд в Америку а наша академия тогда не нашла никого лучше в нашей стране в 61-м году послала шпитальную младшего научного сотрудника в Америку от Советского Союза на Калифорнию в Берклиер и она отчиталась из-за вот этот отчет который она привезла в страну Келгыш наградил ее первой грамотой давайте вернемся в этот степень ну вот значит с этим уже все ясно и все это в этом Юрий Александрович а почему у вас все границы не бьют с этими с геологическими периодами вы пишите я говорю что вы за мое это все будет перечерчено понимаете вот я говорю это история земли вот это вот эта история земли подразделение сделано салопом доктором геологии нейрологических наук и так как у него его книга классическая потому что он разобрал все все континенты земного шара по старому до кемри и вот и мы увязали с нашим галактическим годом это я укатал сколько надо галактических годов по 217 миллионов лет так чтобы вот этот интервал вот почему три с половиной они что почему неровные эти самые потому что потому что мне трудно рисовать стоя вот и все я по этому говорю вы простите за вот это за мое рисунок будет хорошо сделано и будет опубликовано сборники приходите на следующий конгресс и приходите я буду делать доклад не за 15 минут а за полтора-два часа в доме ученых допустим горького будет объявлено по радио приходите пожалуйста или или в географическом обществе то есть мне нужно высказаться у меня много чего сказать ну так Юрий Александрович вы уже перешли к ответу на вопросы я понял ну давай пусть попробовать задать а я попробую ответить попробую почему не бьет целиком строение земли и вот это самое в чем где что ну подойдите покажите подойди где что не бьет 10 я сейчас посмотрите один год плюс 126 вот три с половиной галактического объяснить почему не круглый год вы говорите о влиянии этого самого вращения это сделано по границам крупным дистрофизмом вот это вот это вот это вот этот дистрофизм недавно был это то что сделал Ходьков почему не совпадает с галактическим годом я говорю что вот тут написано сколько прошло и сколько и сколько еще сюда добавлено это по дистрофизмам это сделано глобальным тихоокеанский дистрофизм это то что Ходьков открыл с виноградовой и все это опубликовано читайте Ходьков виноградов вот Ходьков умеет так теперь значит вот книжка осталась у них космология то есть вот это все по дистрофизмам по дистрофизмам вот теперь значит так и теперь еще вот что я еще скажу вот согласно вот это значит вот вот это нарисовано я вам говорю что это условно условно потому что это это у нас это у нас эллипс все сделано по эллипсу здесь это условно круг и в центр и центр условно галактический он в центре на самом деле центр находится на на 0 0 9 0 0 18 посерединке потому что у эллипса два центра и в одном из центров находится галактический центр вот так теперь значит и вот чтобы удобнее было считать то вот этот ноль вот этот ноль солнечной системы то что она находится в этом месте мы условно переносим мысленно в перегалактии от перегалактии здесь считаем ноль ноль так постепенно у нас у нас рассчитано через каждый градус в миллионах лет время время и получается вот там где 90 градусов получается 41 и 9 миллиона лет так теперь значит вот где 10 градусов вот ноль 10 градусов получается 4,1 потом 8,3 12,12,5 вот так до 180 доходим половина галактического года здесь ноль там 200 180,5 так снова растет 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 и здесь 217 все разбито вот теперь значит сделанное потом выстав делается 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 по оси ординат значит апциз значит вот 360 градусов а здесь вот по ординате 10 217 так вот выстроены точками так теперь и чтобы получить время нормальное так мы вот вот эти 7,5 миллионов лет которые мы отсюда забираем до этого нуля так мы должны прибавить к той цифре которая в книжке когда вы там читаете геологическую организацию геологические цифры так и откладываете откладываете вот от этой точки откладываете да отбрасываете целые галактические года доходите по градусам до кривой и спускаетесь сюда и получаете в миллионах лет время что-то считаем покажите точку я вам скажу время я время сам уже почитал но как долго будет продолжаться вот это движение солнца еще еще сколько осталось кому солнцу в каком смысле осталось оно уже не вечно находится она но оно сейчас находится здесь движется по часовой стрелке это вы поняли да доходит да а по галактике максимум сжатия вы хотите узнать сколько будет шпитально установилось что солнечная система работает как часы и не пытается как в некоторых книжках показывать что через 50 миллионов лет что все должно развалиться а какие-то прогнозы что чуть не на 2012 год говорили какая-то катаклизация земля работает как часы солнечная система как часы работают я хотел спросить ну зависит ли движение 217 миллионов да от радиуса от величины радиуса орбиты солнца я говорю что шпитально установилось что солнечная система находится находится на очень хорошем для жизни месте потому что солнечная система находится на краю на краю галактики так в зоне каротации зоне каротации и поэтому жизнь только на земле когда рассматривали мы животных то животные появились в триасе в начале триаса и динозавры были размером с кошку собаку а вот постепенно они выросли до гигантов вот вот эта точка это у нас уже конец верхнего мела время время до гигантов 35 метров размером и могли в современном городе заглядывать в пятый этаж в окно а потом а потом радиация и все мы согласны у него вопрос я хочу это самое в помощь вам выступить значит смотрите когда была живота время время шпитальная я подходил к купить книжечку тут все не так ну как вы рассматриваете написано значит я свою книжку написал происхождение как образуются галактики и как они жизнь ведут все да книжка эта основана на переписке с полом ходжем американского астронома наверное знаете у него написано 93 и написана книга галактики большого взрыва надо смотреть дальше большой взрыв пока не будем значит мы с полом ходжем черт знает сколько я денег потратил на английском туда все я перевожу он при на английском не переводить и на английском управлять мне надоело денег нету я сейчас на пенсии значит мы переписывали с ним слушайте какой вопрос значит дело в том что с моей стороны как облаживаются галактики с его стороны астрономические наблюдения пола ходжа значит галактики все спиральные дело в том что галактика галактика начинает свой жизненный путь в качестве взрыва черной дыры и это называется квазар две струи джетов это самое вылетают оттуда это радиошум пока значит пока вылет они разлетаются значит дальше уже блазеры радиогалактик смотря под каким углом смотрите но смысл в том что кончили шуметь они да начинают вспыхивать звезды звезды сначала вспыхивают где попало значит не в этих рукавах значит называется иррациональная неправильная галактика это молодая галактика потом не мешает мне они интересуют вопросы у вас же свои же темы есть дайте-то рассказать кто там мешает подожди они правильно говорят ты пришел задать вопрос задам нет я не вопрос задать я у него разрешение попросил помочь в этой самой не надо тогда другое не надо давай гай не мешайте тогда так ну обсуждение это но он разрешил в помощь теперь смотрите время же время какое время у нас много времени он сказал все ну ты уже 10 минут говорил дело в том что я коротко докончу дело в том что все спиральные галактики и полход же отметил что никакого закона кеттлера у них нету спиральных галактик дело в том что вот наша земля ну солнечная система находится от центра и у нее 217 этот самый цикл галактический год значит если 200 ну 220 закрутим чтобы делилось значит за 1 миллиард сколько 4,5 раз оборота за 15 миллиардов 60 раз если 60 раз то спирали должны у всех галактик везде закрутиться а у них самое большое 2 закручивания значит раз спирали не закручивается похоже похоже точно сказал значит никаких эллипсов быть не может практически практически как единое целое вращается ну это самое поэтому я не знаю примете ли вы это нашу а шпитальная сказала я купи книжечку мы сами с усами и не стала даже со мной разговаривать мы сами с усами и это самое я думаю что я очень мне нравится ваше все геологическое все но как бы это связать нету зимы нету нету здесь скорости большой а здесь мало тогда спиральные рукава закручивались бы здесь у нас космическое лето и все ледники на земном шаре растают нет нет вы за сами вот я это самое а здесь подождите где у вас эти акари пройдите пожалуйста в 353 аудиторию потом продолжить надо это вам помощь нас поздравляем я может быть может быть что-то не так все так спасибо а сейчас приготовиться